Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Часть 32. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного феофилакта архиепископа болгарского. Толкование на 1 фессалоникийцам 1.7. Слава о вашей добродетели сделала то, что проповедь стала известна всем, и вы показали себя учителями всех. Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы на Русь в 1988 году принесли в чистом виде евангельское учение, то проповедь стала бы известна всем, и вы показали бы себя учителями всех. Если бы священники знали, что такое родиться свыше, и что такое евангельская вера, то ряды революционеров не пополнялись бы бывшими семинаристами, и 1-я Красная Армия не состояла бы из одних православных, потому что каждый свидетельствовал бы о победителе смерти Иисусе, и ничего бы не боялся. Проповедь стала бы известна всем, и вы показали бы себя учителями всех. Толкование на 1-я Фессалоникийцам 2.5 И не просто по страсти к деньгам мы проповедовали. 1-я Фессалоникийцам 2.5 И не по страсти к деньгам мы проповедовали. Комментарий Игнатия Лапкина. Какие основные причины того, что сегодня молодые люди поступают в семинарии, избирая профессию священника пожизненно? Знают ли они, что это самый скорбный путь, какой только можно придумать, и самый ненадежный для спасения? И путь самый славный, если они будут верны Слову Господню и ревностны в деле проповеди Евангелия. Какая основная мысль двигает священниками с Украины и Белоруссии, заполонившими Сибирь? Они не по страсти к деньгам прибыли в холодные края. Они не по страсти к деньгам прибыли в холодные края. В Первоапостольской Церкви, как толкует Феофилакт, были такие деятели, которые по страсти к деньгам проповедовали. Нам это трудно понять, как за проповедь можно получать деньги. Очевидно, что тогда не платили ни за требы, ни за заказные молебны, и служитель ценился только за проповедь. И таковых прихожане питали. По крайней мере, паства могла насыщаться духовно даже и от таких корыстолюбцев. Но чему могут научиться сегодня пасомы, если свирепствует корысть и трусость? Трусость и корысть – это основная язва сегодняшнего советского православия. Если проповедь в Духе Святом, истинная и огненная, совершенно отсутствует, а корыстолюбие буйно цветет и плодоносит, то какой страшный ответ придется давать руководителям церкви. Прокмихей 3.3.5 Едите плоть народа моего, и сдирайте с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел. Так говорит Господь на пророков, вводящий в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир. А кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Прокеремия 23.4.17 Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гаморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот, я накормлю их полынью, напою их водою и желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестия распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. И к нынешнему пастырству простирает речь Господь. Вы дайте есть народу вашему. И пастырство должно на совести своей держать обязательства питать народ истиной. В церкви должна неумолчно идти проповедь Слова Божьего. Молчащее пастырство. Что за пастырство? А оно много молчит. Чрезмерно много. Но нельзя сказать, чтобы это происходило от того, что нет веры в сердце. Так, одно недоразумение, дурной обычай. Все же, все же, все же, однако это не оправдывает его. Святитель Феофан Затворник. Толкование на 1 Фессалоникийцам 2.13 Откуда видно, что вы приняли проповедь мою, как Слово Божие? Комментарий Игнатия Латкина Каждая проповедь, как пастыря, так и мерянина, должна быть по Слову Божию. Точно и во всем соответствовать написанному в Библии. Сегодняшние проповеди в храмах, если их подвергнуть тщательной ревизии, согласно Слову Божию, не выдерживают никакой критики. Они говорятся от своего ума, от чрева. Если подвергнуть анализу по Слову Божию речи патриарха, священников, статьи в апархиальных газетах и журналах, то приходится констатировать, что вышеуказанные авторы Библию и не знают, и не любят, и в ней совершенно не нуждаются. Поэтому пастыри сегодня устремились к экзотическому, внешнему, старомодному, к возобновлению прежней России. Снова многотысячные шествия на Иордании, концерты в филармониях, певческих церковных коллективах. Совсем непонятно, какое отношение это имеет к Богу, к Слову Божию. Почему эти лукавые делатели одели священные ризы, а выполняют работу артистов и шоуменов? Сегодня действия пастырей нужно рассматривать от обратного, в противовес тому, что говорит блаженный феофилакт. Откуда видно, что вы не приняли проповедь мою, как Слово Божие? Из действий, говорит, ваших, то есть она обнаруживается в делах. Духовный уровень, так называемой, в кавычках, полноты церковной, тех, кто приходит на исповедь, тех, кто ни дня не был в числе оглашенных, тех, кому лишь мокрой ладонью провели по голове, считая это закрещение, Их духовный уровень абсолютно не отличается ничем от мирских культурных людей. Центральная глава Библии, третья глава Евангелия от Иоанна, сердце священного писания в православной церкви совершенно неизвестно и бездействует. Отсюда наступила духовная, демографическая катастрофа. Духовная смертность чудовищно превышает духовное рождение. Выход здесь только один. В покаянии всех пастырей перед Богом и перед народом, начиная с патриарха за пренебрежение проповедью по Слову Божию. И тогда можно будет сказать, откуда видно, что вы приняли проповедь мою, как Слово Божие. Из действий, говорит, ваших, то есть она обнаруживается в делах. В этом и только в этом духовное возрождение русской нации и всей России. Тогда и миряне будут знать Писание и будут защищать истину православной веры. А сегодня эта темная, ненаученная масса так называемых православных тысячами и сотнями тысяч растекается по самым изуверским сектам. По мнению Златоуста, каждому мирянину необходимо сделаться апологетом христианского учения, чтобы не дать место постыдному торжеству над ним еретиков и неверных. Если бы вы внимали Писанию, этому духовному оружию и каждодневно упражнялись в нем, я не стал бы убеждать вас избегать борьбы с ними, язычниками и еретиками. А напротив, даже советовал бы сразиться с ними, потому что истина сильна. Но так как вы не умеете пользоваться Писанием, то я боюсь за эту борьбу. Боюсь, чтобы они, застав вас безоружными, не низложили вас. Толкование на 2 Фессалоникийцам 3.2 Апостол говорит о тех, которые возражали против его проповеди и враждовали против догматов веры, каков был Александр Медник. Он в то же время и ободряет их, представляя в них столько дерзновения пред Богом, что молитва их может споспешествовать успеху проповеди самого Учителя их. Комментарии Игнатия Латкина. Возражали против проповеди апостола Павла внешние. И это понятно. Но когда сегодня против проповеди, согласной со Словом Божиим, с канонами вселенских и поместных соборов и с трудами святых отцов, воюют православные священники и архипастры, возражают против проповеди, то на какой версте мировой истории мы стоим? Не перед воцарением ли Антихриста, которого, как говорит Лаврентий Черниговский, будет венчать на царство православный патриарх? Не говорит ли это о полном разложении самого ценного, божественной соли, предохраняющей мир от гниения? В Захарии 13.6 Противодействие проповеди приравнивается противлению Духу Святому. А противление Духу Святому есть одна из четырех ступеней, ведущих к хуле на Духа Святого. Деяние 7.51 Жестаковые люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Это сказано не к безбожникам, а к глубоко верующим людям. Тем, кто поносит проповедь, кто противится ей. Сегодняшние противники проповеди в православных храмах есть духовные дети тех же палачей, побивавших камнями чудного проповедника Первоапостольской Церкви. Иудеи, как и сегодняшние обрядоверцы, ненавистники живой духовной проповеди, возражали против проповеди Стефана и апостола Павла. Если бы совершилось чудо в России по чечаяниям, и Слово Божие заняло бы главное место в сознании всех православных верующих, и эта проповедь зазвучала бы в первую очередь самвонов, открыто обличая пороки великих и малых, и самых высоких правителей, которые суть кривители, тогда и возрожденная паства возносила бы к престолу благодати осознанные молитвы об успехе проповеди своих священников. Такая молитва их может споспешествовать успеху проповеди их священников. Равнодушие, отсутствие помощи со стороны народа в учительном деле пастыря глубоко печалили святого Златоуста. «Не возлагайте всего на нас», — восклицает он неоднократно. «Вы, конечно, овцы, но не бессловесные, а разумные. Доколе нам беседовать с вами об этой жизни?» У апостолов так не бывало. Они всегда миновали тех учеников, которые учились у них прежде, оставляя их учителями других, желающих учиться. «Потому-то они и могли обойти всю вселенную, что не были привязаны к одному месту. Подумайте, сколько нужно преподать учения братьям вашим по деревням и самим учителям их. А вы держите меня, приковав к себе, потому что прежде, чем хорошо будет построена голова, не следует идти к прочим членам. Вы все возлагаете на нас, тогда как только бы вам надлежало учиться у нас, а женам вашим у вас, детям тоже у вас. Напротив, вы все оставляете нам от того-то и много труда пастырю». Толкование на 2 Фессалоникийцам 3.7.8 «Но оно не было дарвым, потому что он проповедовал». Толкование на 2 Фессалоникийцам 3.9 «Апостол имел право не трудиться, так как был занят более важным делом – проповедью – и питаться на средства своих учеников. Однако, под обраде своей, он трудился и кормил себя и находящихся с ним, чтобы научить этому и своих учеников». Комментарий Игнатия Латкина «Согласно Слову Божию и толкованию Феофилакта, священнослужители имеют право питаться только от проповеди, важнее которой нет ничего. О таких выражениях, как «служащий батюшка», «выездной по требам», ни Библия, ни толкования не знают. Скрыв Евангелие, люди изобрели другую веру, ложно называя ее православной. Проповедь Закона Божия нужна, чтобы люди познали свои грехи, как в зеркале видят недостатки своего лица, опознав, и сгладили бы их покаянием и верой, и впредь береглись бы их. И это дело долг пастырей. Святой Тихон Задонский Мы, усердно учащие, не виноваты в том, что не убеждаем слушателей, а отвечаем только за то, что не обращаемся с наставлениями. Наше дело – увещевание, а повиновение зависит от них. Святитель Иоанн Златоуст И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на это я послан. Луки 4, 43 Это, ибо на то я послан, нашему священству надо принять в непреложный закон. И апостол заповедал им в лице святого Тимофея «Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай» 2 Тимофею 4, 2 «Истину на землю принес Господь и Дух Святой, исполнивший апостолов в день Пятидесятницы, и ходит она по земле. Проводники ее – уста иереев Божьих. Кто из них затворяет уста свои, тот преграждает путь истины, просящийся в душе верующих. От этого и души верующих томятся, не получая истины. И сами иереи должны ощущать томление от истины, которая, не получая исхода, тяготит их. Освободись же иерей Божий от этой тяготы, и злей потоки слов Божьих в отраду себе и в оживление веренных тебе душ. Когда же увидишь, что и у тебя самого нет истины, «Возьми ее, она в святых писаниях, и, исполняясь ею, препровождай ее к детям духовным, только не молчи, проповедуй, ибо на это ты призван». Святитель Феофан Затворник Пастыри должны часто это учение повторять, чтобы у иных страх Божий, у иных веру, и от нее истинное утешение насадить и утвердить в сердца. Святой Павел видел эту пользу и писал, «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Филиппийцам 3.1 В книге «Бытия» считаем, что и сам Бог несколько раз повторял Аврааму свое милостивое обещание. То же видим и в святых церковных учителях, которые неустанно порученных себе людей учили, наставляли, увещевали, устрашали и утешали. Непостоянно и переменчиво сердце человеческое и скоро совращается с истинного пути. Поэтому требует и постоянного напоминания, увещания, укрепления, наставления и поощрения. Святитель Тихон Задонский Место учения есть святой храм. Однако пастырь везде, где не бывает народ и когда представится случай, может и должен преподавать учение. В этом деле примером всем пастырям служит Христос, Спаситель мира, который не только учил в храме Соломоновом, но и в домах, и в пустыне, и прочих местах. Случай подскажет пастыю старательному и остроумному, что и где говорить, как мы это видим и в Евангелии. Сидя за трапезой, можно говорить о трапезе Царствия Небесного и прочее. После обедни всегда что-нибудь почитай, хоть кратко, ради поучения людей. А праздника никакого не оставляй без поучения, и где бываешь на приходе, в чьем-либо доме, говори что-нибудь душеполезное, чтобы люди духовно созидались. Если же знаешь кого-нибудь в чем-то согрешающего, увещевай его и моли, чтобы перестал грешить, и устрашай судом Божьим, и мукой вечной, и неизвестным окончанием этой жизни, горе христианам неисправным, и священникам не старающимся исправить их. Лица никакого не стыдись и не бойся, но всех, кто грешит, обличай, ибо это есть священническое призвание, и всем проси помощи у Бога. Даже если будут тебя ненавидеть за это злые и злословить, не бойся их. Делай свое, и Бог тебя защитит. Святитель Тихон Задонский. Конец 32 Счастья. 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 Счастья.